Всем привет! Меня зовут Сергей. Приветствую вас на канале 1серж23. Итак, я закончил все мероприятия с теплицей и в этом ролике я расскажу вам, как это мероприятие сделать вам дешевле, чем вам будут предлагать поставщики теплиц. То есть, в частности, например, вот эта данная теплица, вот находится сзади меня, видите, да, она была сделана Муромским, поставлена, ну, изготовлена Муромским заводом теплиц. Про это я снимал отдельный ролик. Теплица пришла недоукомплектованная, и, как говорится, и хорошо, что она пришла недоукомплектованная. Потому что стоимость доукомплектации, фактически, почти в два раза дешевле, а местами в три раза дешевле, чем это можно купить непосредственно у продавцов теплиц. Не считая на то, что с вас возьму деньги за установку всех вот этих вот дополнительных отдельных элементов. Итак, как вы помните, по предыдущему ролику, кто его смотрел, ролик так и называется, Муромский завод теплиц, мне были, соответственно, теплица была привезена, теплица Капля была привезена на участок и собрана представителями данного завода. Либо коммерческая организация, которая осуществляет вот эти мероприятия. Соответственно, в заявке у меня было указано, что будут установлены дополнительные форточки там с подъемниками, за которые завод потом запросил мне вместе с установкой, ну вот это вот представители завода, менеджеры через директора запросили с меня порядка 14 тысяч рублей, за то, чтобы доукомплектовать, допривезти и допоставить. Вот то, что они не сделали изначально, то, что было оговорено. От чего я, собственно говоря, отказался. Высылать, соответственно, элементы отдельно они не стали. То есть, и в принципе, как бы я сделал то, что и сделал бы любой другой нормальный человек, то есть залез в интернет и нашел всех поставщиков, которые занимаются поставками подобных вещей для теплиц по всей стране, для заводов, которые там, для фирм, которые производят теплицы. Потому что, как вы сами прекрасно понимаете, вот сами эти фирмы, они ничего не делают. То есть, они максимум, что делают... Вот фирмы-посредники делают максимум, что они делают, это только делают установку. А все остальное, в принципе, этот, как его называется, делать должны будете искать. Либо вы покупаете, и они являются здесь посредниками, наценивая порядка где-то 100% как минимум к тому, что, вот, скажем так, они могут вам допоставить. Либо, например, вы это ищите сами и просто устанавливаете, поскольку ничего сложного в этом мероприятии нет. Вот, видите, сзади вот это открытые форточки с доводчиками, которые мне предлагали сделать. То есть, изначально форточка у вот Муромского завода теплиц стоит 2500 рублей. На самом деле, ее цена составляет от 900 до 1100 рублей. У разных производителей, кто выпускает непосредственно подобные вещи. Кому будет надо, я без проблем сдам все адреса, телефоны, явки, пароли, где чего купить и все остальное. Вот то, что я сейчас буду показывать, это, как бы, можно все приобрести без малейших проблем. Доводчик, который также выставляется за 2500 рублей, я покупал за 900 рублей. Причем, ну, единственное, что пришлось купить в двух фирмах. Но, с другой стороны, вот эта вот фирма, которая поставляла доводчики, она поставила мне дополнительно все вот эти вот, как его называется, лишь, ну, капельную систему орошения и все остальные дела. То есть, вообще, в принципе, все сработали очень хорошо, быстро и просто, и проблем вообще никаких не возникло. Вот. Сами форточки я покупал в Царь Теплицы. Это есть такая компания в Волге, которая занимается изготовлением как теплиц, так и оборудованием. Там же я покупал грядки и все остальное. Вот. Там же вы увидите сейчас... Ну, сейчас я тормознусь на паузу, подойду к теплице и буду непосредственно рассказывать вам то, как это все мероприятие устанавливается, если вы только с этим делом столкнулись, и, соответствующим образом, сколько это мероприятие будет вам стоить в настоящий момент. Если, допустим, вы ищете альтернативу тому, чтобы, например, вот, ну, вот как у меня получилась альтернатива, это альтернатива поиска в интернете поставщиков за место вот того, что мне было не поставлено. В принципе, если бы они, конечно, все поставили, то я бы, конечно, это все мероприятие оплатил, потому что я это заказывал. Вот. Но поскольку не поставили, то есть в итоге все получилось значительно-значительно дешевле. То есть все, давай, сейчас я тормознусь и буду вам непосредственно показывать. Так, ну что ж, вот теплица. Вы ее видели последний раз, когда она была вот еще не укомплектована ничем. В данный момент вот установлены две форточки автоматические. Автоматические форточки, соответственно, работают они следующим макаром. При нагревании теплицы, внутри теплицы свыше 20 градусов, срабатывают вот эти вот амортизаторы, вот доводчики, которые, вот видите, доводчики. Срабатывают доводчики, они соответствующим образом поднимают данные форточки. Когда температура, соответственно, падает в теплице, окна автоматически закрываются. Очень удобная вещь. Нашел, кстати, еще один прикол. Обратите внимание, вот, это то, что сделали, сделано было муромским заводом теплиц. Вот, показываю. Крючок, вот видите, у меня тут жена кирпич подложила. Знаете, для чего? А для того, чтобы, по идее, по идее, завод, вот эти вот поставщики классные, они сделали вот таким образом. То есть, другими словами, хопа, и все нормально, все открыто. То есть, какого хрена крючок поставлен, вот, был именно в такое положение, абсолютно непонятно. Ну, и это сделано, кстати, с обоих сторон. То есть, полный идиотизм. Видимо, ребята не пользовались дверными крючками и не знают, как они закрываются. Так, ладно, давайте пойдем сюда. Как еще раз говорю, вот форточки с доводчиками, то есть, работает все изумительно, проблем никаких нет. Вот, ну, сезон в теплице я уже проспал. Поэтому здесь особо, ну, видите, ни черта не растет. Просто все собрано и изготовлено. В теплице установлена, соответственно, капельная система полива. Вот капельную систему полива я брал у тех же самых, в той же самой фирме, которая и, соответственно, поставляла мне вот эти доводчики. То есть, это одна и та же компания. Здесь, как устроена капельная система полива. Есть вот такой вот прибор. Видите, здесь показаны цифры. То есть, выставляешь просто тупо, выставляешь значение влажности, которая тебе нужна. Вот влажность сейчас 769. У меня максимальная влажность 988, а минимальная 686. То есть, что будет происходить? Здесь, соответственно, установлен клапан. Вот здесь стоит клапан. Питается вся эта тема от двух батареек полтора вольта. Вот. И работает следующим образом. Когда влажность. Видите, здесь от этого прибора идет датчик. Вот показываю. Вот датчик. Датчик измерения влажности. Вот данный момент. То есть, капельная система. Видите, вот все это влажное. Все это работает. По-хорошему здесь... Ну, здесь, говорю, здесь сейчас ерунда посажена. То есть, просто посадили то, что под рукой было. Потому что уже... Ну, сезон уже все кончился. По сути, своей посевной. А так, что-то там... Укроп, петрушка. Ну, всякая херня. То есть, вот тут абсолютно не тепличные растения. Но поскольку грядками никто заниматься не хочет. Поэтому вот посадили так, как есть. Вот. Все это еще надо разбираться. Разреживать, может быть. Вот это вот пришлось переделывать. И здесь получается следующая картина. То есть, вот, говорю, когда здесь датчик влажности срабатывает. Он передает данные вот на этот вот прибор. И, соответственно, либо открывается клапан. И вода начинает вот по трубкам, вот по всем этим трубкам. Вода начинает поступать капельками. Сейчас покажу. Сейчас покажу где-нибудь. Вот, смотрите. Вот, видите, капает. То есть, это вот так работает капельная система полива. При этом вам не нужно делать ничего вообще. То есть, вы как бы вот... Здесь в будущем все будет застелено с панбондом. Для того, чтобы не росла трава. И на самом деле все. Вот эти вот грядки, кстати, это грядки. Тройные грядки для теплицы 3 на 6 метров. То есть, выглядят они вот таким образом. Грядки оцинкованные. Они были куплены также в торговом... Ну вот, в фирме царь... Царица теплица. По-моему, если память не изменяет. Там же я, где покупал, сами непосредственно вот окна для теплицы. Кстати, данная компания тоже делает теплицы. Вот. Можете позвонить. Там работают абсолютно адекватные люди. В отличие от Муромского завода теплиц. Я не знаю, как у них выглядит теплица, как производятся сборки и все остальное. Поскольку устанавливал все это дело, мне собирали в другом месте. Вот. Но, как бы... Все полностью вещи они делают. То есть, у них собственное производство. Я был у них на складах. Закупки и продажи у них огромные. Так что здесь также все обстоит абсолютно хорошо. Можете к ним обращаться. Может быть, они вам очень грамотно все это дело поставят. Вот. Вот подобные грядки. То есть, как бы, про доводчики с окнами я вам уже сказал. Подобные грядки мне обошлись в 7750 рублей. Это полный комплект грядок. Вот этих вот всех. На теплицу 3 на 6 метров. Ну, соответственно, пришлось купить землю. Автоматически. То есть, как бы, ну, без нее никак. Ну, и вот давайте вернемся опять к капельной системе полива. Как еще раз говорю, здесь пришлось все вот это мероприятие. Родной огород пришлось перекопать внутри после установки теплицы. Что, наверное, было самое грамотное и более грамотное, чем перекапывать до момента установки теплицы. Вот. Потому что иначе тогда бы ее всю перекосило. А сейчас она стоит достаточно ровно. Теплица закреплена, как вы помните, на, по-моему, на 6 якорях. Которые связаны непосредственно с самой теплицей. Ну, а так пока давайте вернемся к системе полива. Как видите, здесь установлена вот такая конструкция. Из 40 квадрат трубы. И, соответственно, подключен бак. Бак на 350 литров. Бак стоит 6,5 тысяч рублей. Покупался через Яндекс.Маркет. Дополнительно к баку, что пришлось сделать. Видите, вот эта система подачи воды. То есть, у меня автоматически подается, наполняется бак. Внутри бака установлена от канализации система поплавок. То есть, вот это вот тот же самый, по сути, который стоит в унитазах. Вот. И, соответственно, к нему подведена вода. То есть, когда бак наполняется, соответственно, перекрывается клапан. И перестает поступать вода. То есть, вот данная система при подключении к водопроводу абсолютно автономна. Из плюсов данной темы, насколько я понял и разобрался в данном вопросе. Это из плюсов здесь, соответственно, следующее. Что температура воды в баке соответствует, в принципе, температуре воды в теплицах. Ну, как видите, вот даже поздно посаженное там вот что-то, все это дело начинает произрастать. Потому что атмосфера в теплице, в принципе, достаточно хорошая. Кстати, в комплекте вот с этой источной системы полива она включает в себя не только вот этот вот датчик. Она включает в себя полностью все трубки, шланги, фитинги и все остальное. Все, что необходимо для установки теплицы. Ну, соответственно, если вы делаете для более большой теплицы, чем вот у меня, например. У меня, как еще раз говорю, 3 на 6 метров. Если у вас будет теплица, например, там 8, там 12. Ну, вот у меня ушло 50 метров шлангов вот этих. Теоретически можно будет пустить еще, если будет не хватать, они остались. Но 50 метров было вполне достаточно. В принципе, как мне и сказали в царице теплицы, то есть вот менеджеры. То есть, когда я с ними разговаривал, то есть они мне и сказали, что вот этого будет достаточно. Так все и получилось. Вот. Как еще раз говорю, фирма достаточно адекватная. Так что вот такие дела. Все. Вот, еще раз говорю, это теплица изнутри. Полностью вся, все, все автоматически. То есть, после того, как здесь будут посажены посадки, все будет укрыто, чтобы не росла трава с понбондом. Потом проходы между грядок будут также облагорожены. То есть, ну, говорю, сейчас вот только закончили все это мероприятие. Ну, вот. И все. И на этом как бы все работы будут закончены. Вот. Теплица будет полностью автоматической. Трава не будет расти через понбонд. Она будет автоматически полностью проветриваться. И, соответственно, будет все полностью так же автоматически поливаться. Вода набираться. То есть, вообще не потребуется никакого внимания и участия. То есть, вот таким образом все, в принципе, было организовано. Все. Смотреть продолжение. Ну, что ж. Вот вы только что посмотрели весь ролик по оснащению теплицы. Я не знаю, насколько это все вообще, в принципе, я сделал грамотно. Но я сделал настолько, насколько вот понимаю данный процесс. То есть, может быть, вы скажете, что можно сделать было по-другому. Можно было найти другие решения. Да, наверное, можно. Но вот я решил и сделал вот именно так. То есть, вот купил именно подобное оборудование. И именно вот так все дело укомплектовал. Вот. Вы можете сделать, еще раз говорю, найти в своих регионах там или еще что-то. Может быть, найти что-то дешевле. Может быть, найти что-то более качественное, более грамотное. Это все на ваше усмотрение. Если вас будут интересовать, где что я покупал, у кого я покупал, без проблем, как еще раз я говорил, я солью пароли, явки, телефоны, адреса и все остальное. И вы можете там совершенно спокойно произвести до заказ вот всех вот подобных вещей. Так что вот, будет вопросы. Вопросы, как всегда, можно задавать через почту. Почта 11h23sobako.ru Пишите, обязательно отвечу. А так все, спасибо за внимание. До свидания.